МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Орудить петелка! АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день! Добрый день! Здравствуйте! Снова с вами я, Леонид Климович. И у нас тема. У нас сегодня год Малой Родины. Вы помните, что 2018 год был объявлен Годом Малой Родины. У каждого Малая Родина своя. У меня это город Гомель, родная новобелеца. Ну а сегодня у нас играют люди, у которых Малая Родина немножко подальше от больших городов. Слева от меня. Красно. Брилевская средняя школа. Агрогородок Мичуринская. Прошу. Работает с этими замечательными людьми Тамара Геннадьевна Комрукова. А вот синих наших игроков из Волосовичей Октябрьского района воспитывает Людмила Николаевна Стуркович. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, внимание. Брилевская средняя школа против Волосовичей. Итак, начнем мы с дуэль игры с нашей замечательной Донеткой. Я обращаюсь к капитану Красных, к брилевцам Захар Гаврусев, наша телезвезда другого канала. Кого вы отправляете в бой на Донетку? На блеф игру у нас пойдет Анастасия. Настя, готовьтесь. Илона Куликова, капитан синих Волосовичей. Кто у вас самый такой интуитивный? Алексей. Алексей. Итак, Анастасия против Алексея. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, внимание. Наша блеф игра, наша Донетка. Я что-то говорю, вы мне можете верить, можете не верить, потому что иногда я говорю правду, а иногда вот на этой игре могу немножко привирать. Итак, внимание. Верите ли вы, что словарь Даля называет малой родиной место, где человек родился? Прошу. Нет. Ну как, малая родина это и есть то место, где человек родился. Словарное буквально определение. Могли бы пять очков заработать? Увы, увы. Верите ли вы, что Владимир Высоцкий тоже выходит из Беларуси? Фальстарт. За этим очень строго следит наш электронный судья. Прошу. Нет. В самом деле нельзя в это верить. Он родился в Москве. Предки его по отцовской линии от нас, но сам он москвич. Играем. Верите ли вы, что малая родина известного песняра Владимира Мулявина находится в России? Прошу. Нет, не верю. Вот поверьте, человек, который поднял наш фолк-рок и наше песенное искусство на небывалую высоту, Владимир Мулявин, организатор песняров, солист песняров, художественный руководитель, на самом деле он родился в России, в Екатеринбурге и по-белорусски научился говорить только у нас. Вот как бывает. Теперь вы это знаете. Верите ли вы, что знаменитая Белая Вежа находится в Гродницкой области? Прошу. Да, верю. А на самом деле она находится возле Каменца, это Брестская область. Настя как-то вот стесняется говорить да или нет. Поехали. Верите ли вы, что в городе Ветка на Гомельщине есть Красная площадь? Фальстарт снова у вас, Настя. Прошу. Да, верю. Да, да, да. Ветка соперничала в делах Веры с самой Москвой, поэтому главную площадь назвала Красной. Итак, после блеф игры у нас счет 10-0 лидируют волосовичи. Поехали. Дуэль игра. Вперед. Дуэль игра. Дуэль игра вроде пятерки состоит из пяти боев, из пяти тем. Сейчас вы услышите эти темы и за 5 секунд решите, кто какую тему на себя готов взять. Итак, внимание, прослушайте. Первый бой. Год Малой Родины. Так тема и называется. Второй бой. Малые города. Малые города Беларуси. Третий бой. Исторические места. Четвертый бой. Выходцы. Из Беларуси. И пятый бой. Где родился? Ну, речь пойдет о литературных героях. О месте их рождения. У вас 5 секунд, чтобы решить, кто какую тему на себя готов взять. Поехали. Вперед. Все. Захар и его товарищи закончили. Вот Илона тоже инструктаж завершила. Итак, начнем. Итак, Брилевская школа. Захар Гаврусев. Кого вы отправляете на первый бой? Год Малой Родины. Лучше всего Малой Родины у нас знает Алина. Алина. Внимание. Илона Куликова. Кто у вас разбирается в годе Малой Родины? Пойду я. Хорошо. Итак, Алина против Илоны. Вперед! Алина Куликова. Алина Куликова. Алина Куликова. Годом Малой Родины. Президент. Это правильный ответ, Петя Куликова. Эти птицы, замечательные белорусские птицы, на логотипах Года Малой Родины. Бусел. А по-русски? Аиста. Аиста, конечно же. Великолепно. Хорошо, что я знаю белорусскую мову. А то мог бы и не засчитать. Играем. Республиканский конкурс по благоустройству и озеленению назван «Упрыгожим Беларусь ими». Чим? Ну, чим можно упрыгожить? Древами. Древами. Понятно. У вас, Алина? Версия? Цветами. Упрыгожим Беларусь кветками. Браво! А полностью соответствует идее Года Малой Родины. Акция среди учащейся молодежи, лозунг которой... Ну, какая самая известная акция патриотическая у нас? Живу у Беларуси и ты, Маганаруся. Теперь вы это знаете. Продолжаем. Мероприятия, посвященные Году Малой Родины, пройдут и на этом фестивале в Витебске. Прошу. Славянский базар. Славянский базар. Великолепно. 15-15. Следующий бой. Итак, тема «Малые города». Малые города нашей замечательной Беларуси. Захар, кто разбирается в Малой Родины? Сам. Хорошо. Илона? У нас пойдет Алексей. Итак, Захар против Алексея. Вперед! Итак, «Малые города», «Малая Родина». Играем. Самый древний город Беларуси, «Малая Родина» Святой Ефросинии – это... Прошу. Полоцк. Полоцк. Великолепный ответ. Да. Этот районный центр был создан из трех населенных пунктов. Рудобелки, Рудни и Карпиловки. Прошу. Октябрьский. Октябрьский. Собственно, это ваша малая родина, ваш районный центр Волосовича. Это Октябрьский район. Великолепно. Агрогородок Мичуринская, улица Мира. Адрес этой школы? Соперников. Нет такой школы соперников. Прошу. Брилевская средняя школа. Брилевская средняя школа, конечно же. Белорусский металлургический завод вырос в этом городе на Гомичье. Пальстарт. У вас за этим очень строго следит наш электронный судья. Захарова, у вас есть шанс? В Жлобине. В Жлобине, конечно же. И заканчиваем. В этом небольшом городке находится замок Радзивиллов. Прошу. Не свеж. Не свеж, не свеж. Хорошо. И Захар выводит свою команду вперед. Брилевская школа. 30, Волосовичи, 25. Играем дальше. Исторические места. Любое историческое место, это тоже чья-то малая родина. Захар, кто готов? На таком исторических мест в нашей команде является Егор. Егор, хорошо. Илона, скажите, и вы что-нибудь такое хорошее? А у нас Илья. Хорошо. А у нас Илья, правильно. Итак, Егор против Ильи. Вперед. Егор! 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 Тоже исторические места будут не только белорусские. Я об этом вас предупредил. Итак, 22 марта этого года была грустная дата. 75 лет со дня гибели этой белорусской деревни. Прошу. Хатынь. Отлично. Да. Это правильный ответ. Для англичан символ победы над Наполеоном это Ватерлоу. А для русских это деревня. Прошу. Бородино. Великолепно. Хоть и говорили, что Христос из Назарета, но родился-то он в этом городе. Прошу. Иерусалим. Иерусалим. Да ничего подобного. Может, вы знаете, Егор? Нет. А звезда какая сияла над его колывелью? Вифлеемская звезда. Город Вифлеем, Бетлехем. Играем. А вот город Гжатск, вблизи которого родился первый космонавт, в 1968 году переименовали и стал он называться... Гданск. Гданск. Интересно. Я слышал, что Крым наш, но что и Гданск наш уже. Хорошо. У вас есть ответы? Может, Гагаринск. Гагаринск. Вот две лишних буквы вы произнесли. Просто город Гагарин, бывший Гжатск. Теперь вы это знаете. И заканчиваем. Там проповедовал святой Кирилл. А еще там чудо. Растущие из земли кресты. Прошу. Туров. Туров. Великолепный ответ. Волосовичи сократили разрыв. 30-40. Но впереди Брилевская школа. Играем дальше. Следующий бой. Но если покопаться в биографии любого исторического лица, любой знаменитости, то непременно обнаружатся в нем белорусские корни. Это уже... Их бабки ходить не надо. Даже вот создатель студии Мэтро Голдвин Майер оказывается наш. И, в общем, много. В общем, все люди нормальные, знаменитые, они вышли из Беларуси. Вот мы это будем помнить. Итак, выходцы из Беларуси. Прошу. У нас пойдет Всеволод. Хорошо. Илона, у вас? У нас пойдет Яна. Итак, Всеволод против Яны. Вперед! Всеволод! 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 Эту премию получил Жорес Алферов, малой родиной которого были чашники Витебской области. Какую же премию? Великий физик. Да. Нобелевскую. Нобелевскую, конечно же. Художник Марк Шагал умер во французском Провансе. А малой родиной его был? Ну, ой, прошу. Гомель. Гомель? Я не против быть его земляком. У вас есть шанс? Без понятия. Без понятия. Это Витебск. Витебск, теперь вы это знаете. Играем. Исаак Озимов родился в Петровиче, под Могилевым. А в США, куда уехали его родители, он стал Айзеком Озимовым. А профессия его? Да. Инженер. Он более знаменит по-другому. Прошу. О, ребятушки, как у вас еще много неизведанного жизни. Знаменитый писатель-фантаст Айзек Озимов, который придумал, кстати, три закона роботехники. Теперь вы это знаете. Продолжаем. Павел Сухой родился в Глубоком, учился в Гомеле, а знаменит он как создатель чего? Прошу. Самолет. Самолетов, конечно. Марка Су знаменитейшая. Отлично. АПЛОДИСМЕНТЫ Бывший минчанин Александр Рыбак прославился победой на этом конкурсе. На Евровидении. Конечно, а что это нерешительно? Браво! 10 очков принесла своей команде. Вот с такой робостью, с такой нерешительностью, тем не менее, разрыв-то сократился до 5 очков. 45-40. Итак, пятый бой. Где родился? Ну, речь идет о литературных героях. Ну, у каждого даже литературного героя есть малая родина. Захар, кто готов? Человек, знающий литературу в нашей команде, это Анастасия. Настя, хорошо. Надеюсь, чуть лучше у вас будет, чем на блеф-игре. Илона? Нас знать, Дарья. Так, итак, Анастасия против Дарьи. Вперед! Я верю в вас! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Настя, Даша, приготовились. Начнем. На этой улице в городе Ленинграде жил человек рассеянный. АПЛОДИСМЕНТЫ Прошу. Бассейный. 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 На улице бассейный, конечно же. Вот все у вас получилось, Настя. АПЛОДИСМЕНТЫ А этот летун, этот летун, как и его маленький друг, уроженец шведского Стокгольма. АПЛОДИСМЕНТЫ Прошу. Карлсон. Карлсон, конечно. Играем. АПЛОДИСМЕНТЫ Том Сойер, герой Марка Твена, проживал в этом городке-тезке одной из российских столиц. Как же городок назывался-то? Много ли в России было столиц за всю историю? По-моему, только две. Да. Как городок назывался? Москва. Москва. И это неправильный ответ. Итак, ждем ответа от Насти. Так. Ну. Нет? Нет. Нет? Настя, рассказываю. Вот до того, как столицу перенесли в Москву большевики, она была в Санкт-Петербурге. А до того, до Санкт-Петербурга в Москве, так что туда-сюда, туда-сюда, две столицы. Теперь вы-то знаете, что столицей России был и Санкт-Петербург. И городишко назывался Санкт-Петербург, или в некоторых переводах Санкт-Петербург. Теперь вы это знаете. Играем. Этот волшебник родился в Англии. Фальстарт, Настя. Фальстарт и снова фальстарт. В Англии, в Годрикове и впадине. Ну, Даша, неужели вы не знаете ни одного английского волшебника, родившегося в Годрикове и впадине? Три, две, одна. А вот знаете такого мальчика по имени Гарри? Не смотрела Грипа. Не смотрела Грипа и не читала? Ужас какой. Играем дальше. Верона, Верона, малая родина этой знаменитой итальянской влюбленной пары. Прошу. Ромео Джульетто. Конечно, Настя, браво. Итак, по-прежнему впереди Брилевская школа, 55-45. А мы приступаем к тест-игре. Тест-игра, поехали, вперед. Тест-игра тоже про малую родину. Ну что, Захар, кто готов тестироваться у вас? У нас придет Егор. Егор, хорошо. Второй и последний его выход. Илона, у вас? У нас к тестированию готова Яна. Яна. Егор против Яны. Вперед, тест-играем. Тест-игра, 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 Тест-игра. Знаете принцип. Вопрос, три варианта, только не галочку нужно вставить, как в тестированном, а отвечать. Итак, малая родина Алексея Сергеевича Пушкина. Это А. Москва, Б. Петербург и Ц. Михайловск. Прошу. Михайловска. Михайловска – это место его ссылки. Прошу. Остались Москва и Петербург? Москва. Москва, конечно же. На подборе берет пять очков. Играем. В Вязынке под Минском родился народный поэт А. Янка Купала, Б. Якуб Колос и Ц. Максим Богданович. Варианты? Ну? Янка Купала. Янка Купала. Десять очков. Хорошо. Играем. Грибоедов писал, что дым Отечества нам А. Сладок и приятен. Б. Вкусен и желанен. И Ц. Горик, но полезен. Да? Горик, но полезен. Горик, но полезен. Это другой поэт. Я вам потом расскажу, кто это. А вот спрошу. Вариант А. Когда постранствуешь, воротишься домой, и дым Отечества нам сладок и приятен. Браво! И снова первичком на подборе. Родом из нашего белорусского городка Червеня. Космонавт. А. Петр Климук. Б. Владимир Коваленок. И Ц. Олег Новицкий. Прошу. Петр Климук. Петр Климук. Он на Брещене родился. Прошу. Вариант Б. Вариант Б. Коваленок. Нет. Олег Новицкий. Это российский космонавт. Он недавно вернулся со станции МКС. Но он наш белорус в душе. Будем надеяться. И последний вопрос. Мой родный кут. Як ты мне, милый. Это З. А. Верша. Б. Поэмы. И Ц. Пьесы. Прошу. С верши. С верши. Не. С поэмы. С поэмы. Поэма «Новая земля». Якум Кулас. Пять очков на подборе. Это 70-55. Я не скажу, что игра выравнивается. Но, по крайней мере, по крайней мере, уже появилось такое сопротивление. Робкое, правда, робкое. Смелее, ребята, смелее играем. Пришло время слайды игры. Вперед! Год малой родины на орудии пятерки. Пора у нас узнавать города Белоруссии. Что может быть проще? Правда, букв для подсказки у вас не будет. Итак, слайд игра. У кого хорошее зрение, Захар? На слайд игры у нас пойдет все, Влад. Все, Влад. Отлично. Илона. У нас на слайд игру пойдет Дарья. Ну что ты совсем духом упала? Улыбайтесь. Итак, все о противдании. Вперед! Даша, я надеюсь, что города Белоруссии вы знаете лучше, чем Гарри Поттера. Итак, мы начинаем с выигрывающей пока стороны. Это Брилевская средняя школа. Начнем. Жать ничего не нужно. По очереди 10 слайдов отщелкаем. Прошу, Феват. Гомель. Гомель, да, улица Советская, возле церковь. Плюс 15. Дарья, играем с вами. Что за город такой замечательный? Вон, Свято-Духов собор наверху. Красота. Витебск? Витебск. Да, нет, это не Витебск. Есть варианты. Полоцк. Это не Полоцк и не Витебск, ребятушки. Ну вот, Свято-Духов собор над руслом Немеги, над Свислочью. Это Минск, это Минск, мои дорогие. Вот так. Прошу, третий слайд для всей воды. Замечательный древний город. Один из его соборов. Туров. Туров. Прошу, Даш. Полоцк. Это не Полоцк, ребятушки, это Гродно. Вот так вот. Даша, играем с вами, прошу. Трудно не догадаться, Брест. Брест, что вы говорите? Прекрасно. 15 очков, между прочим. Прошу. Могилев. Могилев? Да что вы. Да что вы. Даша, ну, говорили мы об этом городе сегодня уже. Ну, три, две, одна, смелее. Как в воду. Прыг. Витебск. Витебск. Ой. Перед вами, уважаемые, ратуша города. Витебска. Витебска. Да. Витебска. Играем с тема, там прошу. Вот такой вот смешной звездочет на одной из площадей этого областного центра белорусского. Ну, рискните все вас. Пусть будет Могилев. Это правильный ответ, это Могилев. Даша, играем с вами. Ну, это не областной, сразу говорю. Ну, о, какой красавец. Что же это животное такое, а? И что же за город такой? Бобруйск. Бобруйск, да, бобры, это символ бобруйского. Такие симпатичные бобры. Прошу следующий слайд. В Жодино. Жодино, конечно, именно в Жодино. Выпускаем эти большегрузные тягачи. Хорошо. Даша, играем с вами. Говорили мы о нем сегодня. Понятно? Все вон. Речица. Музей народного творчества. Это ветка. Рекомендую вам там побывать. Играем с вами, Сила. Прошу. Полоцк. А вот это Софийский собор Полоцка с высоты птичьего полета. Правда, красота? 125.95. Брилевская школа впереди. Решающая риск игра. Вперед! Настало время риск игры. Игры со штрафом, но с неимоверной ставкой. 20 очков стоит правильный ответ. Но, правда, можно нарваться на минус 20 в случае неправильного ответа. Итак, внимание. Самый сильный, самый мощный, самый-самый-самый игрок. Захар. Пойду я. Скромно. Илона? Пойду тоже я. Комитанский бой. Вперед! Захар Гаврусев против Илоны Куликовой. Супер матч. Играем. Год Малой Родины. Это 2018. А годом чего был предыдущий год? Год науки. Год науки. Браво, Илона, плюс 20. Великолепно. И счет стал 115-125. Играем. Малые города. Замок в этом белорусском городке в 2000 году оказался в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Прошу, Захар. Мирский замок. Мирский замок, город Мир, да, плюс 20. 145-119. Играем. И исторические места. Битву при Лесной, это в наших краях, Петр Первый назвал матерью этой баталии. Какой баталии? Ровно 9 месяцев прошло с момента битвы при Лесной и до победоносного для Петра окончания Полтавской битвы, Полтавской баталии. Теперь вы это знаете. Играем. Выходцы из Беларуси. Малая родина этого известного советского дипломата – деревня Старые Громыки. Прошу. Это Громыка. Андрей Андреевич Громыка, да, плюс. А рядом его сквер у нас совершенно. И последний вопрос. Где родился? Народная мудрость звучит так. Где родился, там и... Пригодился. Где родился, там и пригодился. Браво! Блестящая победа Брелевской школы. Вернились на места Илона Захар. Я напоминаю вам, что 2018 год – это год малой родины, он еще не закончился. И у вас еще масса времени для того, чтобы украсить свою малую родину каким-то добрым и хорошим делом. Ну, а что касается нашей игры, единственное, что я могу напомнить вам. Смотрим пятерку. Получаем десятки. Играем! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова